Да, заехать не можем, приехали жители деревенские, городские, в деревню. Всем привет, вот так вот пятница нас встречает, в коротеньких кроссовочках зимних, по сугробикам. Иду домой, единственное, взяла свою технику. Думаю, холодец поставить, чтобы пока туда-сюда до ночи его отключить, а с утра разобрать. Хотим холодца, а на ужин крылья. А? Нас, он и не извинится. Прилично чистит-то. Ну ты мне занесешь тогда под холодец, пойду пока свет, да? Ну что, друзья, пошлите. А где ступеньки-то? Да тут вообще посмотри. Одним слоем все. Ой! Тут не по колено. Поднялась уже вся мокрая. Вот так вечер-пятница у нас и проходит. Сейчас вот пока все включим. Я включила свет, прошла. У дома холодец уже был замоченный. Я уже на ночь разморозила. С утра на работу пошла, замочила. На обед пришла, убрала все в пакетик. Машину привезли и достала кусок говядины. Олег забыл купить говядину. Поэтому сейчас поставлю, пока будем ходить, делами заниматься. Поужинаем. Я ложусь поздно спать. Не раньше 12 часа точно. Поэтому как раз он сварится. А завтра с утра спокойно. Пока я тут одна, Олег чистит снег. Хотя бы ступеньки, там немножко дорожку, я так думаю, неугомонной почистит. Ну, а я с вами немного поболтаю. Сейчас замариную крылья. Так, сейчас девчушке кастрюльку возьму. Не кастрюльку, чашу взяла. И немножко с вами поговорим. Раз уж камеру включила. Всем спасибо огромное еще раз за поздравления. После видео с сюрпризом вы также поздравляли. Повторно поздравляли. Мне также приятно. Спасибо вам огромное. Вы мне такой же доставляете позитив, как мы своими видео для вас. Это очень ценно в жизни тоже. Потому что ты понимаешь, что на самом деле в жизни добрых людей намного больше. Негатив встречается, но его мало. Слава Богу, его мало. Насчет стриптиза. Честно, я не хотела вставлять это в видео. Даша тоже как бы так. Она говорит, мама, ты что будешь вставлять? Я говорю, Даша, ну вообще это наша жизнь. В принципе, все было в пределах рамок таких. То есть Олег заранее все обговорил. На самом деле боялась реакции зрителей. Думала, сейчас прям сплошной негатив пойдет. Потому что понимают это не все. Хотя я считаю, что здесь ничего такого нет. Ну мы всегда, я не знаю, как ему это голову сбрело. На самом деле никогда не задумывалась, что мне муж закажет стриптиз. Мы всегда прикалываемся насчет женского стриптиза, насчет мужского стриптиза. И он, видимо, в какой-то момент эту идею взял себе на заметку. И все это обдумал и устроил. Ну мы, конечно, посмеялись просто от души. У меня челюсть болела. Мы так-то сами смеялись между собой. Но Алексей нас, конечно, просто повеселил. Конечно, мальчишка. Забавный такой мальчишка. Но настолько добрый. Ну его видно, что вот он такой, ну, простой пацан. Поэтому да, как-то, как-то вот так вот муж меня в этом году удивил. Ну, не знаю, я осталась довольна, конечно. Кто нас не понял, просим понять и простить. Просим понять, потому что здесь ничего страшного нет. Алексей сразу предупредил, говорит, у меня жена очень стеснительная. Я, говорит, не знаю, как она отнесется. Даша тоже говорит, мам, мы так боялись твоей реакции. То есть Маша, ну вот с кем Олег организовывался, подружка моя, она вообще его не поддержала вначале. Но потом тоже сказала, что классно все равно все это прошло. И они боялись. Олег сам переживал, потому что я такая дама с характером. Вы же все равно понимаете, что не вот такая вся добрая, да, ласковая, нежная, пушистая, как видео. Все равно стерженек мой, я думаю, чувствуется. И, то есть я психануть, конечно, ну, при людях бы я не психанула, но могла бы как бы надуться, может быть, не знаю. Хотя сейчас во мне уже этого нет, я уже это переросла. То есть я более такая позитивная стала. И я, конечно, вначале, я не знала, как мне реагировать на все это. Мне это реально было как-то неудобно. Ну, для меня он прям вот молодой мальчишка. Как-то даже стыдно, что ли. Я не знаю, я не могу описать свои эмоции. Ой, невидимки, я заколола, подстриглась, волос короткий. А потом уже, конечно, еще после венца, когда уже второй танец. Ну, я говорю, у вас-то прям мизерные кусочки, а там две таких полноценные песни, два полноценных танца было. Сейчас. И когда второй танец, я уже более раскрепостилась. Видели, да, я уже подтанцовывала, уже начали юморить еще больше. Поэтому спасибо всем огромное за понимание, за поддержку, за ваши комментарии. Так, Олег мне принес безмены, я ставлю сейчас холодец. И сейчас, не знаю, как обычно, суета. Вот, вот сейчас суета. Сейчас я, конечно, поставлю на крылья. У нас кальчишка, как-то, с медом. Включила, зашла сразу в свою елочку. Тоже, девчонки, мальчишки, пишите, что рано мы ее нарядили. Да, нарядили мы ее еще в начале ноября, ну, в середине ноября, даже в начале. Ну, вот, нас две недели не было. Сегодня вот сейчас полюбуемся ею несколько часиков. Завтра вечер, буквально там, тоже несколько часиков. В воскресенье мы уже уедем. Две недели до этого нас не было. Две недели нас не будет. Поэтому мы ее за вот это вот праздничное время, так сказать, мы видим-то ее, наверное, раз 15 от силы. Поэтому нам она не надоедает. Нам, в принципе, ее можно и не убирать. Решил все почистить, да? Спускаться как? Ты как там поднялась? Как поднялась как-то? Так, что сейчас вот это вот почищу. Переобул бы хоть сапоги повыше. У соседей уже красота у нас нет. Там снегоуборщику надо все делать. Ну, завтра пойдем вместе. Ты что, снегоуборщик? Я буду у тебя снегоуборщиком. Я ж не только нервомотатель, я еще и снегоуборщиком могу быть. Редактор суборщиком Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Утро следующего дня. Там Олег сосед, он с собакой собирается на Метигуле. А мой Олег чистит. Теперь до упаду будет на улице. Морозно. Вот она, она, деревенская жизнь. Ну, лучше, чем на диване лежать. Физически поработать на свежем воздухе. Сказала Матусе, сидя дома. Ну, давай по чуть-чуть. Уже весь красный. Заходи хоть отдыхать. Потом здесь все равно лопаты скребем. Ну, вечером вместе выйдем, поскребем. Ну, что, меня ждет холодец. Не знаю, застынет, не застынет. Но еще даже горячий. Поэтому сейчас разберу. Мне кажется, воды, наверное, многовато. И желатина здесь нет. У меня вроде бы, да. Потому что ничего мы его сюда не покупали. А, нет, нашла желатинчик. Так, срок годности тут. Срок годности отличный. Это я на Пасху, по-моему, покупала. На глазурь. И вроде хочется без желатина попробовать. Может быть, он у меня будет прям вот именно идеальный. И рисковать не хочется. Ну, сейчас отлила маленькую чашечку. Пока я буду разбирать. Может, схватится. Если схватится, тогда попробую все-таки без желатина. Пасху, по-моему, по-моему, по-моему. Решила я все-таки заварить желатин. Пока он у меня сейчас настаивается. Что у меня не так много и мяса получилось. Но я первый раз холодец варю. Поэтому, как обычно, у меня первый блин комом. Ну, надеюсь, научусь. И решила выйти подышать, вам поснимать, самой посмотреть, проконтролировать, что муж делает. Что, не видел меня? А? Не видел меня? Нет. Иди отдохни. Или вот так? На улице-то, я думаю, не будешь чистить сейчас? Купили мы, кстати, под тандыр, видите, чехольчик и подставочку. Олег выказал, на колесиках поставили. Весной приведем его в порядок. Выписали, что так мы, типа, относимся к подаркам. Но так получилось. Если бы мы его распаковали, и он бы у нас стоял где-нибудь на участке, то, естественно, строители сто пудов его бы покоцали. Потому что чужое никто не жалеет. Поэтому мы его оставили как есть. Он был в пленке, ну, в защитной. И хотя бы остался целый. А так аккуратненько кисточкой покрасим и отмоем. Ничего страшного. И, надеюсь, на следующий год мы уже приготовим. А в этом... Как он? Армянский казан или какой? Как он называется, Олег? Не помнишь? А, афганский. Армянский. Афганский казан. Там больше, мы так поняли, пареное, вареное. А это как бы не по нашему вкусу. Но я почитала, там они взрываются. То есть там надо как-то обучиться. Ну, по крайней мере, посмотреть информацию, как им пользоваться. Так, да, кукурузу там можно варить. Я кукурузу люблю. Ну, кукурузу я одна ем. Соответственно, для себя, для одной я не буду там варить. Поэтому пока у нас дело не дошло. Но, как говорится, хлеба он не просит. Может быть, когда-нибудь мы им и воспользуемся. Поверьте, мы не успеваем всем пользоваться. Потому что выходных у нас только два дня. Если бы мы здесь жили постоянно, конечно, возможностей времени было бы больше. Поэтому как-то так. Как-то так у нас получается, да. С подарочками. Хожу за кадром, видите. Дышу и с вами болтаю, потому что я полураздетая. В грязных галошах. Еще не отмытых. В домашнем костюме. Я же не могу оставить, чтобы он без меня тут. Я говорю, давай вместе пойдем. Да ладно. Я, кстати, сегодня хочу еще доукрасить к Новому году. Поэтому я сегодня целый день, наверное, буду в доме, раз уж он меня не выпускает на улицу. Ну что, и плюшки поставлю сейчас. Что, считай, уже обед. Конечно. Пока тесто подойдет. Ну, я и говорю, я целый день в доме буду. Сейчас я, наверное, на кухне, а вечером тогда уже поукрашаю, поубираю спокойно. У меня даже формочек нет под холодец. Поэтому я сейчас вот эти вот баночки достала с крышками. Это без крышки накрою, наверное, фольгой. В первую очередь съедим, я думаю, за эти дни с Олегом. Потому что прям очень хочется холодца. И сейчас еще буду искать. Наверное, еще в одну форму, если что, тоже в первую очередь съедим. И сейчас освобожусь, пойду на Валберес. Ну, как вот без Валбереса. Пойду на Валберес кидать какие-нибудь формы под холодец. Решила сразу сделать булочки, чтобы с кухней уже закончить. И вечером после обеда, потому что время уже обед, пока с холодцом провозилось, уже обед. Поэтому я сейчас булочки сделаю. И все, и от кухни я буду свободна. Холодец, если застынет. Ну, я думаю, застынет, потому что я, кстати, поставила маленькую чашечку. Забыла заснять. На пробу бульона он весь застыл. Но немножко желатина я все равно добавила. Поэтому отварим картофель. Может быть, пюрешку сделаем с холодцом. И будут у нас сейчас, наверное, горячие булочки. Все, до завтрашнего дня нам хватит. У нас крылышки еще со вчерашнего дня остались. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да нет, глаза боятся. Это просто в духовке так отсвечивает, знаете. Да, поэтому. По поджалости немножко. Кстати, мы уже пробу сняли одной булочке. Вкусненько. Но единственное, у меня тесто, мне кажется, немножко не поднялось. Я думаю, что проблема в дрожжах. Ну, либо в моих руках. Не знаю. Но вкусно. Мы заточили одну плюшечку. Вот эти вот. Наверное, будут для Олега повкуснее. Получился у меня холодец. Застыл. Мы уже пробу сняли. Единственное, немножко я его не досолила. А так вообще отлично застыл. И вкусненький. Так что холодец удался. Вот такой вот получился уголок новогоднего декора на кухне. Здесь вот так решила украсить. Ну, а здесь еще буду доделывать. Хочу в вазу здесь тоже сделать какую-нибудь новогоднюю композицию. И здесь может быть что-то еще. Ну, пока так. Хочу вам показать подарочки на Новый год. На день рождения то, что мне девчонки на работе подарили. Вы спрашивали, кроликов или нет. Да, кролики-зайчики. Вот такие вот четыре штучки. И сюда ставится блюдо. То есть они держат блюдо. Я так понимаю, можно по-разному ставить. Я думаю, что можно вот так вот. Можно вот так вот. И можно, я думаю, на уголки. Тоже интересно будет. А можно и вот так. Классная. Классная штучка. Спасибо, девчушки. Такую я, кстати, не видела идею ни разу. Прикольно. Любую нарезку. Даже сырную нарезку. Мясную нарезку. Тортик. Пироженки. Да все, что угодно. Рулетики можно. Все, что хочешь. И вот такие вот сковородочки порционные. Я мечтала. Всегда, когда в кафе заказываем такие жареные блюда. Либо жаркое там, да. Но везде по-разному оно называется. И мне всегда нравится, когда вот такая вот индивидуальная подача. Они чугунные такие прям тяжеленькие. Вот такая вот сковородочка. В ней можно, я так думаю, что в духовке запекать. Ну, жарить, да. Тоже мяско. Немножко картошечки. Можно либо с грибами что-то пожарить. И съемная ручка. И интересная тоже подача такая индивидуальная. Раз, ручечку убрал. И пожалуйста. Что-нибудь с Олегом замутим на двоих. Классненько. Моя мечта тоже. Прикольно. Спасибо, детюшки. Огромное. Нас быстро собрали, как обычно, да. Уже зрители некоторые пишут. Но я считаю, что это хейтеры пишут. Что, когда вы работаете, если вы постоянно гуляете. Вот так вот. Полдня, целый день поработали. Что-то сделали. И сейчас нас за 20 минут собрали. Мы едем гулять. Саша с Леной пригласили поужинать. Быстренько куда-нибудь выехать. Чтоб не дома, а где-то. Поэтому мы приняли душ. Быстренько оделись. Оделись в футболочках. Чтобы было не жарко. Занесем сейчас соседям холодец. Плюшечки угостим. И выдвигаемся. Сейчас. Мы это отдадим. Тут половинку. Половинку. Все мне надо. Можно? Это садик. Любимая селедочка. Ну давайте. Короче, мы отрываемся. Нас угощает праздник живота. Напишите, что мы колобки. И что? Будем кататься. Берите, вот я вам разделала. Надо раздеться. Не надо. Не надо? Не, ну полностью не надо. Так что выкладываете туда. Будете? Бери, немного. Берите. Дальше. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...